Heavy Metal в вашей хате, дорогие друзья! Я нахожусь на космическом корабле и мы летим на Марс. Ладно, шучу, я нахожусь дома, потому что карантин, но сегодня будет очень интересный полет, потому что рассказывать мы будем о Huawei P40 Pro. И рассказ про этот флагман двойне интереснее, потому что компания Huawei попала под санкции США, в этом устройстве нет Google сервисов, но компания пытается как-то выйти из этой ловушки и придумывает свои какие-то решения. Поэтому в этом видео мы посмотрим, насколько смартфон уникальный, чтобы люди захотели отказаться от Google сервисов. А вообще про Google сервисы мы поговорим отдельно. У нас будет отдельный большой материал. На примере P40 Lite мы уже почти месяц пользуемся и там даем все нюансы, все лайфхаки о том, как же жить без Google сервисов и вообще это возможно ли. Поэтому подпишитесь прямо сейчас, чтобы потом не пропустить. Ну а сейчас Huawei P40 Pro. Поехали! Самое главное в Huawei P40 Pro это блок камер. Все остальное теряется на фоне этого большого прямоугольника с надписью Leica. Сразу понятно, что компания делала именно фотофлагман. Отметим, что блок камер не вызывает раздражения. Несмотря на то, что камера заметно выступает на задней крышке, она все же как-то вписывается в общий вид устройства. В общем, это не жуткий Galaxy S20 Ultra, а более-менее гармоничный аппарат. Задняя крышка стеклянная, немного изогнутая по бокам. У нас на тесте была белая глянцевая версия и вживую видно, что белый цвет имеет легкий перламутровый оттенок. В арсенале компании есть еще и матовые версии. Жаль, они к нам не приехали. Давно хотели посмотреть на неглянцевый флагман. Шасси из металла. Хромированное, как у моего воображаемого Харлея. Эх, если бы у меня был Харлей, то он бы был обязательно хромированный. Все элементы управления, клавиши громкости и включения на правой грани. Type-C динамик и лоток для симок на нижней. В устройстве нет 3,5-мм джека, зато есть обычные проводные наушники Type-C. Это неплохо и мило, хотя лично бы мы предпочли комплектным наушникам переходник со встроенным усилителем. Мы делали обзор такого проводочка, обязательно посмотрите в подсказке. В комплект поставки, кроме наушников, входит еще и силиконовый чехол. Чехол немного скрадывает выступающий блок камер, но полностью этого не делает. Надо было сделать его немного потолще. Лоток для симок интересный. Двухсторонний, по две наносимки. Но в один из лотов все-таки можно поставить карту памяти. Правда, фирменного формата NM-карт. Но есть одна проблема, заказывать ее надо из Поднебесной. С дизайном очень интересная ситуация, потому что в целом, если смотреть на аппарат и забегая вперед, компания Huawei пыталась создать уникальное устройство, чтобы оно как-то отличалось от других. Но в случае с дизайном, компания наоборот, пошла по эволюционному пути, отказалась от всех рюшек, бантиков, не экспериментировала. И в данном случае, наверное, это правильное стратегическое решение, потому что компания просто не в том положении, ну, чтобы тут был Диснейленд, Блэджек и... сами знаете что. Huawei P40 Pro получил дисплей диагональю 6,58 дюйма и AMOLED-матрицу. Особенностью передней панели является ее изгиб на все четыре грани. Сама же матрица дисплея имеет изгиб только на боковые панели, сам изгиб минимальный, и изображения не теряются на гранях, похвалим за такой сдержанный подход. А вот верхние и нижние закругления просто элемент дизайна, матрица туда не закругляется. Зато свайпа действительно удобно, прикольное решение. Блок с элфи-камеры датчиков спрятались в вырезе в левой части дисплея, раздражения он не вызывает. Дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц. Это отличная технология, делает картинку более плавной, без подергиваний. Как всегда покажем в визуальный тест в браузере. Есть настройки изменения частоты дисплея, однако опций всего две, настроить частоту для отдельного приложения нельзя. Второй важный момент по дисплею – это технологии DC Dimming. Напомним, что у OLED дисплеев на низких значениях яркости появляются мерцания. DC Dimming как раз та технология, которая эти мерцания и убирает. Эта опция спряталась в настройках защиты зрения, рекомендуем ее включить и не портить зрение. Вообще, если говорить о дисплеях во флагманских устройствах в этом году, то происходит интересная ситуация. Компания Samsung до сих пор не завезла технологию DC Dimming, но это очень странно, у многих пользователей болят глаза. У Huawei такая технология есть, но Samsung может похвастаться 120 Гц дисплеем, а 90 Гц у Huawei это хоть и хорошо, но все же меньше. Поэтому мы ждем, когда наконец какой-то из производителей возьмет и соберет все единое. И 120 Гц, и технологию DC Dimming, ну и естественно с Super AMOLED дисплеем. Поэтому делаем ставки и пишем, кто же будет первым. Прогнали наш тест для проверки цветов. Синий и красный просто идеальны, а вот с зеленым возникли проблемы. Часть градиента в ярких участках немного сливаются, с белым же все прекрасно. В остальном дисплеи отличные, минимальные и максимальные яркости такие, как надо. Проблем не возникнет ни ночью, ни на солнце. Есть варианты настройки как цветопередачи, так и баланса белого. Есть темная тема, и если не придираться, то экран действительно флагманский. За безопасность отвечают подэкранный сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу. Палец работает хорошо и быстро, на презентации не соврали, мы тогда обещали проверить, обещание сдержали. Разблокировка по лицу порадовала наличием инфракрасной подсветки. Даже в абсолютно темном помещении с минимальной яркостью дисплея разблокировка мгновенная. Респект. Короче, респект компании Huawei за инфракрасную подсветку и такой большой камень в огород Самсунга, которые мало того, что отказались от сканера сетчатки глаза, так вместе с ними убили инфракрасную подсветку. А технология действительно замечательная и полезная. И вот она, наконец, интрига. Следующий канал это всегда интрига. Мы переходим к разделу камер. Основной модуль тут установлен на 50 мегапикселей. Это какая-то эксклюзивная совместная разработка Sony. Тут используется нестандартный цветовой фильтр для увеличения светочувствительности, более насыщенных цветов и так далее. Также по заявлениям Huawei тут самый большой в мобильной индустрии размер сенсора. Дальше, правда, эксклюзивы заканчиваются все более-менее стандартно. Светофила 1.9, есть оптическая стабилизация. Второй модуль ширик на 40 мегапикселей, тоже эксклюзив. Соотношение сторон матрицы 3 к 2. Поговорим, зачем это нужно дальше. Третий модуль телевик на 12 мегапикселей, перископ и оптическая стабилизация. Четвертый модуль это TOF сенсор. Нужен он для создания трехмерного образа объектов. Ну что ж, посмотрим, как этот квартет работает в деле. Днем основной модуль отлично снимаю. Вряд ли вы ждали что-то другое. Это же флагман. Ну так и есть, фото действительно отличные. Поэтому усложняем задачу и снимаем закат. Сложный свет, темные участки, солнце. Все получается отлично. Съемка заката это вообще фишка всех Huawei. Однако, в некоторых случаях мы заметили, что автоматика немного переэкспонирует кадр. Пересвечивает его. Обычно это случается в сложном свете. Поэтому мы ждем исправления в новой прошивке. Это чисто программная фишка. А вот где матрица раскрывается, так это конечно же ночь. И чем темнее, тем лучше. Фотку можно делать прям в полной темноте и в автомате. Вообще, в автомате ночные фотки просто супер. Ну что, будем выбирать короля ночи, как в прошлом году? Пишите в комментариях. Конечно же, есть и фирменный ночной режим. Он увеличивает выдержку, добавляет резкость, убирает мыло. Короче, все как надо за ночной режим. Респект. Переходим к ширику и сразу отметим, что угол охвата тут не максимальный. И по сравнению с Самсунгов, так это вообще узик. Но если убрать этот аспект, то фотки получаются стандартными для ширика. Хорошие днем и при контровом свете. Ночью детализация падает. Ну, в общем, все как всегда. Вообще, разговор про ширик в случае с Huawei P40 Pro это разговор про видео. Не зря же туда поставили матрицу с таким соотношением. И при включении записи видео вы сразу начинаете снимать на ширик. Заметим, что разница с обычным модулем вообще не велика. Так что снимать надо однозначно на ширик. И тут он раскрывается на все 100%. Эффекта бочки или искажений попросту нет. Видео очень плавное. Стаб работает отличный. И качество в целом отличное. Нам понравилось. А вот ночью чудо не случилось. Появилось мыло, упала детализация. Картинка начала немного желтеть. Но ужаса, который обычно присущ ночной съемке в виде огромного зерна от высокого ISO и глюков стабилизации тут нет. Так что это тоже своего рода плюс. Но не обошлось и без нюансов. Куда же без них, дорогие друзья. Смартфон пишет 4K видео. Есть 60 кадров в секунду. Это уже прогресс для компании Huawei. Раньше с этим были проблемы. Однако, конкуренты уже научились писать 8K видео. А Huawei все еще нет. И хотя с практической точки зрения в этом абсолютно нет никакого преимущества. Потому что 8K в принципе смотреть негде. Хотя, если у вас есть особняк с личным мини кинотеатром, то пишите в комментариях. Мы придем к вам в гости и пошвыркаем чая с брусничкой. Переходим к телевику. Родной оптический зум тут 5-кратный. Гибридный 10-кратный. Качество отличное. Картинка детализированная. Немного подшарплено, но в меру. Максимальный зум 50-кратный. Тут, конечно, уже становится немного мыльновато, но все равно отличная читаемая картинка. Есть фирменный режим съемки луны. И получается луна действительно отлично. Портреты P40 Pro снимают на основной модуль. Есть возможность переключаться на 2-кратное и 3-кратное переближение. Это удобно. Ошибок размытия нет. Отлично. Ну что ж, пошли дальше. А дальше по плану у нас макро. Правда, отдельного режима нет. На ширик тоже снимать нельзя. Поэтому макро снимаем на основной модуль. Минимальное расстояние фокусировки все-таки великоват. Но само качество макро снимков хорошее. Так что, ну, не хорошо, не плохо. Просто обычно. Что мы можем констатировать? У Huawei P40 Pro действительно крутая камера. Куча эксклюзивных технологий. Но вопрос, лучшая ли она? Ведь есть еще Huawei P40 Pro Plus, который выйдет летом. Есть еще Samsung Galaxy S20 Ultra, который мы не тестировали. Поэтому вопросы есть. Будут еще сравнения камер. Но то, что мы можем уже констатировать, то, что за свои деньги Huawei P40 Pro действительно топчик и камера тут самый оптимальный выбор. Ну, получается прям как у Xiaomi. В качестве процессора установлен Kirin 990. Это 7-нанометровый камень. Схема работы ядер 2, плюс 2, плюс 4. Это должно хорошо сказаться на энергопотреблении. 8 гигов оперативки работают в паре с 256 гигабайтами встроенной. Скорость чтения встроенной памяти 1.1 гигабайт в секунду. Запись 429. Это среднее значение для флагманов 2020 года. Тут обошлось без эксклюзивов. Мы прогнали троттлинг-тест, чтобы проверить работу под максимальной нагрузкой. И словили троттлинг. Это лечится режимом высокой производительности. Троттлинг пропадает. Что касается синтетики, то тест Antutu набирает 492 тысячи в обычном режиме и 497 в режиме производительность. Разница, как вы видите, невелика и ею можно пренебречь. Сами результаты вполне стандартные для процессоров второй половины 2019 года и сопоставимы с результатами Snapdragon 855+. До 865 дракона Kirin 990 не дотягивает, зато может похвататься поддержкой 5G, которую мы могли бы оценить в заграничных поездках, но видимо не в этом году. Всему виной карантин. Ладно, хватит, а грустно пошли шпилить в игре, а то ведь голая синтетика дело неблагодарное. Начинаем с PUBG. Настройки можно выставить на максимальные значения, частоту кадров на ультра. В игре устройство ведет себя стабильно, просадок FPS нет, нагрев умерен и играть комфортно. С PUBG все окей. А теперь тяжелая артиллерия, танки. Поставили максимальные настройки, HD текстуры, высокие тени. И чтобы максимально нагрузить систему, включаем антиэлайзинг и анизотропную фильтрацию. Играть в танки на Huawei P40 Pro отлично, высокий отклик сенсора позволяет удобно целиться. FPS будет на уровне 58-62 FPS. Но в сложных сценах битвы и перестрелки иногда можно ставить просадочку до 50 FPS. Не всегда, но просадки все-таки хоть и редко, но случаются, имейте это ввиду. В устройстве есть аппаратная поддержка NFC, но пользоваться Google Pay вы не сможете. Все из-за тех же санкций. У Huawei есть своя система Huawei Pay, но расширять ее поддержку компания не спешит. Она работает только в Китае и в России. И то в последней есть нарекания. Напишите, пожалуйста, если вы пользовались Huawei Pay в России. Однако из позитивного у смартфона есть поддержка IP68. То есть, поможете устройство окунать в воду до метра до получаса. В стерео устройстве нет, разговорный динамик расположен внутри смартфона. Так что обходитесь только одним мультимедийным. Но заметьте, он очень громкий, реально орет. Уровень звуков больше 80 дБ. Правда, есть небольшой перекос в сторону высоких частот, но это нормально для мобильного устройства. В качестве операционки выступает Android 10 версии и фирменная оболочка Emotion UI тоже 10 версии. В гаджете нет Google сервисов, поэтому владельцы обязательно столкнутся с трудностями. Из облака контакты не подтянутся, список приложений тоже. Придется данные перекидывать самим, вручную. Ну, либо передавать информацию со старого смартфона с помощью фирменной утилиты Phone Clone. Но для этого старый смартфон надо не выкидывать и не сбрасывать. В качестве магазина приложений установлен фирменный App Gallery. Тут будут популярные мессенджеры, будут локальные приложения. Но вы все равно будете постоянно сталкиваться с отсутствием привычных для вас приложений. Можно поставить приложение MoreApps прямо из App Gallery. Она позволит открыть Google сервисы и другие сервисы в браузере. Это не совсем удобно, но хоть как-то позволит получить доступ к вашим данным. Но тот же MoreApps хитро подсовывает ссылку на альтернативный маркет APK Pure. Он-то и открывает прекрасный мир огромного количества приложений, которые есть в обычном Google Play маркете. Вы могли заметить, что мы в конечном счете прогнали все наши тесты и запускали все приложения, которые обычно используем при обзорах. Ну, конечно, кроме Google и все их качали из APK Pure. Однако, использование APK Pure это неофициальный магазин, поэтому никаких гарантий безопасности нет. Это должен быть осознанный выбор и в личном телефоне мы бы так не рисковали. Есть еще Яндекс.Сервисы. Они действительно закрывают брешь веб-галлери по части популярных сервисов. Не всех, но многих. Поэтому, если вы смотрите нас из России или другой страны, где Яндекс не заблокирован, этот смартфон реально хорошает благодаря Яндексу. Жителям Украины, где Яндекс заблокирован, в этом смысле намного сложнее. Яндекса нет даже веб-галлери, поэтому VPN-ом не обойдетесь. В гаджете установлена батарейка на 4200 мАч. С учетом хорошего энергопотребления процессора и даже с учетом включенных 90 Гц и DC-димминга, тест PCMark с половиной яркости проходит за 12 часов. Можете спокойно рассчитывать на полтора дня обычной нагрузки. При активном использовании один полноценный день тоже обеспечен. Тут респект. Зарядкой тоже все хорошо. Комплектный 40-ваттный блок заряжает гаджет за полчаса на 65%. Хороший результат, но помните, на рынке уже есть гаджеты с 50-ваттной зарядкой. Зато Huawei P40 Pro может похвастаться беспроводной зарядкой на 27 Вт. Это уже из ряда эксклюзивов. Про конкурентов долго говорить не будем, понятно, что это Samsung. Ценник P40 Pro выставлен примерно на уровне S20+. В Украине Plus версия стоит 30 тысяч гривен, Huawei P40 Pro обойдется в 29 тысяч гривен. В России за Samsung просят 80 тысяч рублей и 70 тысяч рублей за Huawei. Ну что ж, каждый из флагманов имеет свои преимущества, ну так и свои недостатки. Явного фаворита тут нет и повторяться мы не будем и все сказали в обзоре. В этой всей истории напрягает тот факт, что Huawei не сделала какой-либо значимой скидки за то, что в устройствах нет Google сервисов. Мы уже говорили, что хоть и жить без Google сервисов можно, но это тяжеловато. Вы постоянно находитесь в каком-то поиске. То поставить это, поставить тут поставить. Поэтому Huawei надо уже начинать платить за лояльность бренду. В этом не стыдно признаться, это просто надо принять и начать делать. Итак, покупка Huawei P40 Pro должен быть осознанным выбором, так сказать, в интересах революции. Или в пику Дональду Трампу, или потому что вам просто надоели Google сервисы и вы косо смотрите на корпорацию добра. И вы будете удивлены, но таких людей действительно много. И мы как ютуберы можем отчасти в этом согласиться, потому что у приложений компании есть определенные косяки. И второй повод для покупки Huawei P40 Pro является, конечно же, камера. Это действительно сильная сторона устройства. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, к каким людям относитесь именно вы. Не забудьте подписаться на наш канал, конечно же, позвонить в колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие видео. Потому что впереди нас ждет, если не революция, так точно крестовый поход или охота на ведьм. На этом все. Пока. Продолжение следует...